Аптека для бережливых Аптека для бережливых Внимание автомобилистов! На калининградских улицах появятся новые фоторадары, а также знаки, запрещающие парковку Калининград продолжает пополнять различные списки На этот раз наш город прославился не самой дешевой парковкой в аэропорту Иностранные болельщики смогут проносить наркотики на стадион, а калининградцы планируют на время мундиаля уехать в Польшу Наши корреспонденты подготовили самую актуальную информацию о подготовке к чемпионату Каких животных калининградцы заводят в поиске экзотики? Как правильно кормить сурикатов? И кто может стать в нашем доме хозяином? Расскажет Оксана Тиванова И главной теме дня в Калининграде продолжаются морозы Уже несколько дней температура воздуха достигает 13 градусов ниже 0 А ночью столбик термометра опускается до отметки минус 20 Как пережить холода без потерь, знают калининградские спасатели Они составили специальную памятку В первую очередь советы касаются автомобилистов Но информация будет полезна и для пешеходов Все внимание на экран Главная рекомендация от сотрудников МЧС – не отправляться в дальний путь Тем, кто все же вынужден сесть за руль, стоит хорошо подготовиться Взять с собой термос с горячим чаем Небольшой запас продуктов и средства связи Телефон или радиостанцию Еще один важный пункт – иметь в личном авто лопату и спички Если у вас заглохла машина в неизвестной местности Ни в коем случае не покидайте салон Вызывайте помощь или дожидайтесь, пока по дороге проедет другой автомобиль Также спасатели напоминают, что быстрее всего переохлаждаются дети и пожилые люди Это следует учитывать при планировании прогулок Которые в сильные морозы должны быть не менее 20 минут Единый телефон и спасение вы прямо сейчас можете видеть на своих экранах Сезон холодов, а значит и спасение пернатов в Калининградской области продолжается В Балтийске открыли теплопункт для замерзающих лебедей Об этом в официальной группе в фейсбуке сообщила пресс-секретарь местной администрации Татьяна Караханова Отапливаемое помещение расположилось на улице Пугачева И сегодня его лично осмотрел глава города Сергей Мельников Сейчас вблизи военной гавани обитают около сотни птиц Как признаются местные жители, с началом холодов им действительно приходится туго Поэтому балтийцы ежедневно стараются подкармливать лебедей хлебом А власти приняли решение следить за их состоянием По необходимости птиц станут отвозить в специальный теплопункт площадью 200 квадратных метров Там пернатых обеспечат питанием и сеном А мы напоминаем нашим телезрителям, что в случае обнаружения замерзших птиц Волонтеры советуют не принимать поспешных решений И лучше всего обращаться за помощью профессионалам О их Калининграде сразу несколько Отдел охраны и использования объектов животного мира Общественная организация «Балтийский лебедь» Приют-передержка «Клюквенная» Парк птиц при озере И, наконец, Калининградский зоопарк Телефоны каждой организации вы сейчас можете видеть на своих экранах Тем временем, по прогнозам синоптиков, потепление стоит ждать уже 2 марта Правда, не сильное Ночью столбик термометра будет опускаться также до минус 18 А днем подниматься до минус 10 При этом до конца недели ожидается снег Наш постоянный эксперт-климатолог Галина Баринова Готовы рассказать зрителям Первого городского Когда ждать окончания зимы и наступления весны И какая погода ждет нас в марте Галина Михайловна, здравствуйте Весна у нас в Калининградской области начинается с 11 марта Поэтому, как раз, когда начинается уже полное таяние снега Здесь могут быть до 10, 11 и 15 марта довольно низкие температуры Особенно в ночное время А уже во второй половине марта начинается более явная весенняя погода В среднем температура марта будет неотрицательная Как это по средним многолетним данным небольшой минус А положительная Тем более, что по нашим исследованиям В связи с потеплением климата Самые высокие темпы изменения температуры в сторону повышения Характерны как раз для марта Поэтому мы вправе ожидать теплого марта Но в конце этого месяца И что касается осадков, то я думаю, что количество осадков будет в пределах нормы Опять же, если судить по средним многолетним данным То март и апрель – это два месяца в Калининградской области Которые выпадают небольшое количество осадков Но, тем не менее, тенденция сейчас наметилась к увеличению количества осадков в марте Спасибо, Галина Михайловна, за такой подробный прогноз Надеемся, что настоящая весенняя погода нас порадует уже совсем скоро А мы переходим к другим темам И начнем с приятной новости для жителей Гуревска С 1 марта КЖД запускает новые двухвагонные поезда Рельсобус будет отправляться каждый день с Северного вокзала в 7.03 А из Гуревска в 7.54 О других не менее интересных новостях расскажем далее в рубрике «Короткой строкой» Партнер рубрики «Короткой строкой» – магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта» 5 марта в Калининграде появятся два новых фоторадара Первый установят в районе дома 151 по улице Емельянова Он будет фиксировать превышение скорости и следить за опасными маневрами водителей Второй на Советском проспекте возле дома номер 50 Он будет контролировать скоростной режим в сторону выезда из города Промтоварный рынок полностью демонтируют 19 марта При этом, по данным властей, окончательно рынок закроется до 11 числа Напомним, чемпионату на месте палаток благоустроят сквер А после построят новый торговый центр, куда переедут работники промтоварной части рынка Городская администрация утвердит название всех остановок до 27 апреля В список попали порядка 620 наименований Часть из них повторяет действующие, часть же изменится Так, к примеру, изменится название остановок «Автоцентр Тойота» и ПТУ номер 8 С полным списком можно ознакомиться на сайте мэрии Аэропорт Храброво протестировал взлетно-посадочную полосу Которая после реконструкции стала длиннее на 850 метров По данным пресс-службы аэровокзала, посадка самолета Ил-94 прошла успешно От Росавиации аэропорт получил сертификат соответствия требованиям С приходом весны ботанический сад будет работать на час дольше Уже с марта побывать в саду можно будет с 10 утра до 6 вечера При этом касса будет работать только до 17.00 Такой график сохранится до конца мая Партнер рубрики короткой строкой магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта» Тем временем с началом весны автомобилистам следует быть внимательнее Уже в марте Калининграде сразу на нескольких улицах появятся новые дорожные знаки О том, где именно и как изменится схема движения, расскажем далее Так, 4 марта знаки «Остановка запрещена и работает эвакуатор» Появятся в районе домов номер 29, 29А, 31 и 31А по улице Чернышевского Это связано со строительством новой многоэтажки Эти же знаки, но уже с 5 марта установят возле дома номер 7 по переулку Советский А с 19 числа останавливаться и парковаться нельзя будет в районе улицы 5-я Причальная Водителей просят быть внимательнее Ну а сейчас подошло время для нашей постоянной рубрики «Зоожизнь» Каждую неделю мы рассказываем калининградцам о жизни животных На этот раз наш корреспондент Оксана Тиванова решила познакомиться с самыми необычными представителями фауны Которые горожане в поисках экзотики заводят дома О необычных домашних животных наш следующий сюжет В партнеру рубрики «Зоожизнь» сеть зоомаркетов «Лапки» Это одомашний нелис Эмрис Ему два года и он, в отличие от своих диких собратьев, очень добрый и любвеобильный Но хитрый по своей природе И подается дрессировке только за вкусное лакомство Неусидчивый такой, ему нужно бегать, все изучать, все время все нюхать Ему нужно очень любить, когда к нему приходят гости, он любит с ними знакомиться, любит с ними играться А это еноты-полоскуны Блоки и Боня И свое название они оправдывают, как никто другой Енотики-полоскуны интересны тем, судя из названия, что они любят полоскать Полоскают все, что не попадя И также они считаются воришками животного мира, не зря они носят вот такие вот маски темненькие над глазами Полоскают они, потому что у них очень сильно развиты рецепторы на лапках И они в воде усиливаются И поэтому они чувствуют очень сильно в воде усиливаются вот эти чувства И начинают все вот это вот полоскать Также еноты очень своенравные и характерные животные И если вы соберетесь завести его у себя дома, он определенно станет его хозяином Постирает все вещи и наведет порядок на свой вкус И даже виду не подаст, что целый день трудился без перерыва Здесь у нас живут сурикатики, очень необычные подвижные животные Очень шустрые, постоянно в движухе, в своих делах, заботах У них все время какие-то проблемы, которые нужно постоянно решить То есть они очень активные и постоянно бегают, носятся Четыре суриката, две самки и два самца Каждому по паре Самое интересное, у сурикатов распространен матриархат Самки у них главные, они руководят всей семьей И даже пищу принимают первыми Кстати, эти животные предпочитают не совсем обычную еду Сурикаты очень любят поесть Их самое любимое лакомство – зоофобусы Это личинки жуков Итак, беру аккуратно личинку жука И кормим сурикатика Помимо этих животных, люди также заводят шиншилл, кроликов, морских свинок и даже ядовитых змей Как говорится, каждый выбирает экзотику в меру своей фантазии и возможностей Оксана Тиванова, Михаил Эльбаум, служба новостей «Город» Партнер рубрики «Зоожизнь» – сеть зоомаркетов «Лапки» Смотрите во второй части нашего выпуска после небольшой рекламы 20 штук березовый цвет, но снять В Зеленоградске прошла спецоперация «Трал» Проверки подвергся алкоголей с местных магазинов Калининград продолжает пополнять различные списки На этот раз наш город прославился не самой дешевой парковкой в аэропорту Иностранные болельщики смогут проносить наркотики на стадион А калининградцы планируют на время Мундиаля уехать в Польшу Наши корреспонденты подготовили самую актуальную информацию о подготовке к чемпионату Все это через пару минут, оставайтесь с нами Вы смотрите служба новостей «Город» и мы продолжаем Чтобы избежать столкновения, применил экстренное торможение В итоге вылетел с дороги и врезался в дерево В Зеленоградском районе серьезно пострадал водитель Киария Как сообщает очевидца, авария произошла между Переславским и Янтарным От сильного удара заклинило двери на марке До приезда спасателей и скорой помощи свидетели пытались сами помочь калининградцу Как и стало известно, мужчину с черепно-мозговой травмой доставили в больницу Инспектор уточняет все детали аварии А наш эфир продолжает постоянная рубрика «Место происшествия» Операция «Депортация» Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде 86 мигрантов Третий из них в ближайшее время, а конкретно 28 человек, принудительно отправятся на родину Как сообщают силовики, проверки они провели на транспорте, в местах проживания иммигрантов, а также на стройплощадках и предприятиях в сфере услуг Разыскивались также лица, возможно, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений 20 штук березовый цвет 05 И это только начало спецоперации «Трал» в Зеленоградске Всего правоохранители изъяли алкоголь из трех магазинов курортного города Итог, как всегда, печальный В результате проведения оперативно-профилактического мероприятия «Трал» на территории Зеленоградского района Калининградской области Было раскрыто 4 преступления Из незаконного оборота изъято более 160 литров алкогольной продукции 80 пачек табака, реализуемых без соответствующих маркировочных обозначений Выявлен факт продажи алкогольных напитков Период запрета, то есть после 22.00 Кроме прочего, полицейские проверили 134 местных жителя, состоящих на учете Также сообщается, что было пресечено 23 правонарушения Это и распитие алкоголя в общественных местах и мелкое хулиганство На всех нарушителей уже составлены протоколы Закат Зари. Прокуратура снова требует закрыть один из старейших кинотеатров Калининграда По словам ведомства, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности Как показала проверка, владелец заведения не устранил выявленные ранее нарушения А они, как уверяют специалисты, довольно серьезные и создают реальную угрозу жизни посетителей Напомним, скандал вокруг Зари разгорелся в Калининграде еще год назад Компании не единожды выписывали штраф за нарушение пожарной безопасности Пробка с четырех сторон и лучшие парковщики города В нашу редакцию уже по традиции пришла очередная видео и фотоподборка от калининградских автомобилистов Ведь не проходит и дня, чтобы они не удивляли друг друга А мы, в свою очередь, наши телезрители, смотрите сами Хорошая реакция ни к чему, если соблюдаешь дистанцию И, конечно, скоростной режим Авторы ролика, как видим, собой гордятся Ну еще бы, комментируют профессиональные водители Так грамотно избежал аварии на улице Киевской А вот вам серия фото под общим названием «Мастера парковки» Впрочем, ничего удивительного, по словам калининградских автомобилистов, мы на них не увидим Наши водители как не соблюдали элементарные правила, так и не соблюдают Особенно обидно за людей с ограниченными возможностями На перекрестке улицы Невского и Артиллерийска тем временем собралась пробка с четырех сторон Именно так пользователи назвали эту ситуацию утром По словам автора фото, виной всему, впрочем, как и всегда, авария В итоге в сторону центра крупный затор образовался от больницы скорой медицинской помощи Если вы стали очевидцем происшествия на дороге, снимайте видео на регистраторы или любые мобильные устройства И присылайте ваши кадры к нам в группу ВКонтакте Адрес вы видите на своих экранах Но теперь наш эфир продолжает новости экономики Партнер рубрики «Бизнес-новости» строительная компания «ТМК Калининград» Официальный дилер производственного предприятия «Тамак» Здравствуйте! Начнем с новостей из-за океана Apple снова готов порадовать поклонников своей продукции В конце этого года компания планирует выпустить сразу три новых модели смартфонов Самым большим экраном обновленную версию iPhone X и его бюджетный аналог Напомним, ранее стало известно, что в нашей стране резко снизились цены на так называемые яблоки Сейчас iPhone X стоит менее 80 тысяч рублей Стало известно, о чем мечтают сотни предпринимателей Бизнес-огласмен Борис Титов предложил переносить нашу столицу каждые 12 лет По словам мужчины, такая мера способствует ускоренному развитию экономики различных территорий Период 12 лет, кстати, не случайный Он равен длительности двух президентских сроков Для начала в качестве новой столицы уполномоченный при президенте предложил Новосибирск Смогут стать машинистами и помощниками машинистов Минтруд хочет пересмотреть перечень профессий, которые запрещены женщинам Ведомство уже поддержало российская железная дорога Напомним, сейчас специальный перечень запретов утверждается правительством Согласно ему, представительницы прекрасного пола не смогут трудиться на ряде вредных производств и отраслей В том числе железнодорожных И к новостям местным госдолг Калининградской области вырос почти на 7% Говоря в цифрах, теперь он составляет более 22 миллиардов рублей Такие данные опубликовало агентство Риарейтинг При этом уточнив, что уровень долговой нагрузки бюджета региона наоборот сократился на 2% Калининградским туристам доступна одна из самых дешевых парковок Радостную новость сообщил один из сервисов путешествия Наш аэропорт попал во всероссийский рейтинг, где дешевле всего оставить машину надолго В нем Храброва занял 8 место из 10 Сценникам 2100 рублей в неделю Отметим, дешевле всего для автовладельцев обойдутся услуги Шерементьева 1400 рублей за 7 дней Екатерина, и на этом у меня все Я знаю о вас есть еще полезная информация для наших телезрителей Передаю вам слово Партнер рубрики «Бизнес новости» строительная компания «ТМК Калининград» Официальный дилер производственного предприятия «Тамак» Спасибо, Кристина А теперь информация о стоимости иностранной валюты на завтра Мечта стала реальностью Школьник из Калининграда получил посылку от сборной России по футболу В ней наши спортсмены передали 9-летнему Матвею Утюжникову фирменную футболку Таким образом, мальчик стал одним из победителей конкурса «Детские мечты» Ранее он записал видеообращение для футболистов И его прямо сейчас можно посмотреть В Кубе Абби я заинтересован в футбол Я фанат сборной России Вот мои кубки, вот мои медали, вот мои футболисты Но самые лучшие футболисты – это Россия Россия – это самая лучшая сборная в мире по футболу Я считаю, что Россия будет выиграть чемпионат мира Я хочу пожелать России удачного Нового года Чтобы выиграть чемпионат мира И мое пожелание, конечно, в футболку сборной России Россия выиграет всех Россия чемпион Россия, 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 Россия священная наша страна Как рассказала нам семья Утюжниковых, сейчас у них появилась новая мечта – попасть на матчи чемпионата мира в Калининграде Желаем им, чтобы FIFA ответила на их заявку И в продолжении спортивной темы новая рубрика «Дневники чемпионата» Болельщики смогут пройти на стадион с наркотическими и психотропными препаратами Об этом сообщают «Известия» Правда, при наличии рецепта Кстати, в список попали сотни препаратов, в том числе запрещенные в нашей стране Такие, например, как кокаин, кодеин и амфетамин Авиабилеты в Россию для болельщиков чемпионата подорожали более чем в 2,5 раза Об этом сообщает известный сервис путешествий Так, к примеру, сейчас билет из 30 стран Москвы стоит около 30 тысяч рублей В то время как уже в июне его стоимость вырастет на 37%, до 40 500 рублей Тем временем, польские операторы надеются, что калининградцы, не интересующиеся футболом На время чемпионата уедут в соседнюю республику Специально для них в дни чемпионата польские гостиницы не будут завышать цены Ну а о том, какими событиями запомнился этот день калининградцам Они расскажут сами в нашем традиционном опросе Спонсор рубрики «Хорошие новости» Магазин для творчества «Ультрамарин» У нас в жизни всегда все хорошо Скоро выборы, будем голосовать Так, все замечательно Взяла маму к себе жить Ей 94 года, будет 95 У меня вон ребенок появился, как бы, все хорошо Внучке 14 лет и внуку 3 будет года Умницы, хорошие, красавицы Внучок уже читает Все у нас хорошее, погода хорошая, нас радует зима в этом году Вот Ждем каникул, да? Погода замечательная Хоть все и ворчат, что морозы, но замечательная У меня всегда все хорошо Спонсор рубрики «Хорошие новости» Магазин для творчества «Ультрамарин» В завершении выпуска прогноз погоды на завтра Первый день весны В Калининграде Первого марта, минус 10 Снег Второго марта, минус 6 Снег Третьего марта, минус 5 Облачно В Гданске Первого марта, минус 10 Снег Второго марта, минус 7 Снег Третьего марта, минус 5 Облачно На сегодня это все В студии для вас работала Катерина Грившинская Всего вам доброго и увидимся в городе Генеральный партнер службы новостей город Сеть аптек «Аптека для бережливых» Забудьтесь друг о друге Как аптека для бережливых Заботится о вас «Аптека для бережливых» «Аптека для бережливых» «Аптека для бережливых»